Свой президентский грант проект «Живая палеонтология» получил весной прошлого года. Из-за пандемии стартовали только в октябре. За небольшой отрезок времени провели лекции и мастер-классы в онлайн и оффлайн режиме. Теперь же в полевой сезон можно проводить и экскурсии. Интересным местонахождением как раз является вот это, Тимарское месторождение мела, которое находится где-то примерно в 13 километрах от города Саранска. За моей спиной отложения позднего мела возрастом примерно 70 миллионов лет. И в этих отложениях можно обнаружить всевозможные окаменелости. Таких окаменелостей здесь действительно очень много. За время экскурсии, а длится она около полутора часа, участники смогли обнаружить что-то интересное. Я просто смотрела, нашел камень, осматривала, нашел этот чертов палец. А рядом с ним еще внутренний, еще одного. Как правило, в Тимарском месторождении мела находят лишь массовые окаменелости. В разбитом и разломном состоянии они для науки ценности не имеют. Однако участники экскурсии всегда рады находкам и слушают с большим интересом. На прошлой экскурсии, которая прошла 20 мая, участники обнаружили раковину ископаемого наутилуса. Находку отправили в Краеведческий музей, где специалисты работают с палеонтологической коллекцией. Пете 13 лет, и он уже решил, что в будущем хочет пополнить ряд этих специалистов. И сейчас развивается в рамках проекта. Тут обнаружили в раскопках ежа морского, существовавшего 90 миллионов лет назад. И чисто случайно обнаружили, тут постоянно был белемнит. И сначала обнаружил белемит, а потом обнаружил морского ежа. К сожалению, проект прекратит свою работу уже 1 июня. Но желающих принять участие очень много, и не только из Мордовии. Поэтому организаторы уже подли заявку на следующий грант. Экскурсий в этом году уже не будет. Но Игорь Милешин останавливаться на достигнутом не собирается. Ведь таких мест в республике еще очень много. Поэтому раскопком быть. Арина Милешкина, Игорь Гангаев. Наши новости. Атимар.